Привет, мои парфюмерные заи! Сегодня я бы хотел вам повещать о том, какие ароматы я буду пользоваться летом. Вот это вот проклятое 2019 года. Такие летние, фруктовые. Но хочу сразу сказать, что для меня лето это самое нелюбимое время года. Потому что я физически, морально не переношу жару, любое тепло. Ненавижу зеленый цвет. И поэтому, когда я выхожу летом куда-нибудь, я испытываю глубочайшую депрессию и желание всех покромсать. Поэтому будет такое, конечно, более-менее жизнерадостное, но такое с нотками говна. Как бы вам еще так сказать. Короче, первый аромат, который я вам хочу показать, это, наверное, моя супернаходка. Это Оде Айсберг. Это Жасмин, по-моему. Я уже забыл Оде Айсберг. Такой вот парфюмич. Блин, моя морда не делает фокус. Такой вот. Он достаточно бюджетный. Вот. Боже, это идеальный букет каких-то фиолетовых таких цветов. Вот. Все так вот водянисто. Мне кажется, тут даже есть какой-нибудь лотос. Лилия. Что-то такое. Запах восхитительный. Жасмин. Вот. Большой объем. Стоит недорого. Поливайся хоть в трусы, хоть куда меж булок лей. Ой. Это невероятно. Я не знаю, поймете ли вы тут что-то. Но вот посмотрите. Семь-четыре. Что это значит? Идите в магазин. Скажите про консультанцию. Дайте мне Оде Айсберг. Семь-четыре. Вот. Она должна вам дать вот такой фиолетовенькая водичка. Невероятный. Жасминовый какой-то чистый, непорочный букет. Ну, знаете, иногда можно притвориться девственницей. Хоть вы и не являетесь. Потом следующий. Это Грэвит Север. И Фраше. Вот. Очень мне нравится. Очень похож он на какой-то Том Форд. Вот я не могу никак вспомнить на какой. То же что-то. Да. А. Это Кур Витивер. Очень похож он на Грэй Витивер Том Фордовский. Очень. Я сначала подумал, что это реально какой-то Грэй Витивер Том Фордовский. Но оказалось нет. Вот примите на заметку. Это полный аналог. Ну, практически. Ну, вот лично на мой нос Грэй Витивер. А Том Форд. Витивер, Витивер. Хер знает. Но факт остается фактом. Ну, такой милый древесный солоноватый аккорд. На древесном таком вот фоне. Шикарный. Короче, я его ношу, когда у меня такое настроение меланхолично. Как вот сейчас с усиками. Такое все. Наношу этот Грэй Витивер. Кур Витивер точнее. И иду просто покорять эту планету своим бездействием. Так, дальше. Чего? Дальше идут мои ты, зорьки. Зорьки ты, зорьки. Я их очень люблю. Вот эту вот двоицу. Вот, читайте. Это, короче, вайт маск, а это чейнис ритваус. Короче, с чего начнем? Давайте с японских ритуалов, китайских. Оооо, это, короче, такая тема, когда я надеваю черный балахун, черные широченные брюки, огромную оверсайзную майку и такой человек, человек-парус. Иду куда-то. Чего-то какое-то такое вот необъятно. И я еще люблю делать драпировки на одежде, чтобы это все вот так вот драпировалось и разбивалось на ветру. Это прямо очень сильно подходит. Тут шикарнейший пион. Невозможно. Тут еще написано, какой это цубаки. Но для меня это невероятный какой-то пион. Вот. У меня еще был бельда душа с этим запахом. Это восхитительный пион, короче. Вот он может немножко подмылиться, может немножко всем казаться, что вы припотели. Вот, можно завоняться, быть как маленькая дедушка, пахнуть. Потому что иногда он может вот в сторону потнички какую-то, блин, закосить. И это не очень, но он очень красивый. Я ему все это прощаю. А следующее, это белый мускус. Мускобьянка. Обожаю мускусный аромат. У меня тоже был бельда душа. Блин, у Тезори Деоренте. Это просто невероятно. И это пахнет таким чистым телом, таким чистым мускусом. До такой степени, что как будто я им пшикаю полотенцем. Я им пшикаю все на свете. Вот. Но, короче, под настроение тоже. Когда у меня такое более воинственное, дерзкое настроение. И хочется кого-нибудь уебать. Вот. Мускобьянка очень плохой. Ничего в нем особенного нет. Но такой вот он. Ну, вот даже сейчас, вот я бы даже мог бы им пшикнуться. Вот. Запах чистоты. А после ванны... Можно немножко это добавить мускуса в эту обстановку. Так, следующая серия. Что-то все такое бюджетное у нас. Вот. Это мои Just Essence. Вот. Троечка. У меня их всего пять, по-моему. Но в этот раз троечка. Смотрите, короче. Читайте, какие у меня. Вот. Это Travel, Feel и Smile. Опять моя рожа все нарушила. Вот такие. Давайте сама Travel. Ну, это, знаете, такой вот прям бежевый цвет. Ему очень подходит. Это такой легкий. Какой-то с намек... С ирисами такими вот бутитиками. С нотками лаванды. С фруктами такими кислыми. Какой-то лимонадный такой даже аккорд. Ой. Но он такой тоже. Какой-то хипстерский парфюм. Для девочки хиппи. Короче. Какой-то прям travel реально. Для девочки хиппи. Короче. Ну, я тут слышу лаванду. Ирис. Блин, гениально. Так, следующий. Feel. Для меня это что-то такое. Морской. Я его не очень люблю. Голубой цвет. Он соленый. Морской. Какой-то такой он. Вызывает у меня такие какие-то морные чувства. Хочется уехать на море и всех там прикончить просто. Соленый такой. Аутентичный. Древесный. Короче, голубой. Аромат для голубых. И следующий, мой любимый из этой всей серии, это смайл. Фиолетовый. Тут для меня очень красивый корень ириса. Невероятно красивый. О, да. Это прям пахнет корнями цветов. Прям если вы нюхали сырые корни, которые еще в земле. И корень ириса так пахнет. Корни моркови, ботва вот эта вот. И такой вот, как будто они прям мокрые, сочные. Прям так и хочется их прям надкусить. Кто в детстве надкусывал всякие листья и всякие штучки, те меня поймут. И тут, по-моему, самый красивый ирис, который я слышал на свете. Но лучше только эрме. И этот хирис, ирис. Лучше, конечно, эрме, но этот тоже очень неплохо, очень красивый. Вот этот я очень люблю. Надо купить себе 10 дублей и просто их пользоваться. Следующая. Это мои отливантики. Мне их нужно заканчивать. Вот первый отливантик. Это дикая груша от Монталь. Вот, ну, что сказать. Ну, черт, это груша дюшес. И как-то он для меня ничего особенного. Такой дюшесик. Мне его надо израсходовать. Неплохой. Такой свежий, искрящийся. От него прям это, в носике свербит. Потом Армани Привей Роза Де Араби. Очень любимый. Он такой прям термоядерный. Тут термоядерная роза со специями. Ну, прям роза, 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 прям розмари, блять. И тут прям он очень термоядерный. И я как раз таки его ношу в то время, когда мне хочется просто всех кромсать и убивать. Потому что мне все делают замечания. И я прям иду, оборачиваюсь и все такие смотрят. Блять. Хули от тебя так сильно пахнет? Ну, это даже, знаете, такая роза. С такими вот иголочками. И на лепесточках тоже вот эта вот роса. Тоже он очень глубокий, встрящийся. Очень сильно видоизменяется. Я вам не станет, не рекомендую купить какой-нибудь отливаньца. Следующая. Дарк Пепл от Монталь. Для меня это пахнет сгнившими какими-то ягодами, сухофруктами. Прям реально какими-то подгнившими на солнце. Даже, знаете, как-то это у меня очень перекликается с Саншайн от Амуаш. Что-то есть общее. Ну, тоже для меня ничего особенного. Какие-то, блин, знаете, протухшие черники. Вот как бы я это, протухшая черника какая-то. Потом Митсука. Герлен Митсука. Очень мне нравится, что сначала я его прям наношу, прям перед выходом. Не за пять минут, не за десять, а прям за одну секунду до выхода, чтобы все почувствовали этот пиздец. Потом сажусь куда-нибудь. Я прям вижу, как люди сначала морщатся, а потом просто расплываются в блаженно невероятнейшей улыбке. Потому что сначала это невероятные, холодные, противные, прожигающие нос альдегиды. А потом это суперфрукты, суперперсики, суперцветочки, которые просто не оставляют равных в мире винтажных штучек. То же самое и клемма. Летом вообще спокойно. Летом то же самое, что и с Митсука. Наношу сразу же после выхода. Все охуевают, потом просто расплываются в блаженной улыбке и просто хотят меня трахнуть. Следующая это Амуаш Эйпек. Я не знаю, что за больные люди слышат тут елки. Я не знаю. Для меня это суперкрутая помадная роза. Суперкрутая помадная роза. Никаких елок, никаких пихт. Я тут вообще не слышу. Это прям липстик роз от Фридерик Маля. А Амуаш для меня это одно и то же. Ну прям реально. Помадная роза. Не дамасская никакая. Прям именно какая-то помадная. Прям такая тягучая. Запах красной помады. Ретро. Очень люблю его. Эпик. Ну что-то это. Я его очень жалею им пользоваться. Вот потому что мне его жалко. Уж очень он мне нравится. И следующий Хаус Ов Села. Шерри Гарден. Ну это знаете. Такая милая вонючка. С привкусом такой вот лимонадной какой-то вишни. Ну он такой жизнерадостный. Немножко он конечно может поднадоедать. Но люди его очень любят. Вот когда я выхожу на улицу. У меня кислая рожа. Очень все заебало. Я надеваю вот черри гарден. Хаус Ов Селаж. И все просто начинают это. Спрашивать. Черт. Мне кажется. Ты хочешь кого-то убить. Но за счет парфюмки. Ты очень доволен жизнью. Че еще? Ну конечно. Блин. Сиага. Роза ботаника моя. Любимая. Это невероятные эти. Невероятные таблетосы. В букете цветов. Прям реально какие-то цитрамоны проклятые. Вонючие горькие таблетки. Знаете? Это вот реально вот цветы. И эти противные горькие таблетки. И моя новиночка конечно. Герлендер. Это терракота. Ой. Ну это будет конечно супер аромат. Это аромат разъю. Просто 21 века. Боже. Просто аромат разъю 21 века. Это когда знаете. Из-за жары. У вас такое. Подкашиваются ножки. Ваша либидо возросло настолько. Что просто надо это. Куда-то деть свою сексуальную энергию. Вы пшикаете на себя вот этим. И просто вы блять нахуй взрываетесь. От переизбытка сексуальной энергии. Это короче тиаре невероятное. Невероятнейший блять. Джас-мю. Какой-то взрыв белых цветов. Невероятного какого-то ухода. И на солнце он так раскрывается. Ну это, я вам честно скажу, это вообще не мой аромат. Я такие не люблю. Но он очень красив. Он очень красиво ощущается на коже. Невероятно красиво. Но это не мое. Но я его очень люблю. Я им пшикаюсь. Представляете? Да. Как дошло вообще. Я его очень сильно люблю. И в последнее время у меня прям с ним запой случается. Я прям каждый день им пшикаюсь. Вообще просто невероятно. Вот он у меня недавно появился. Прям каждый день я им пользуюсь. Не знаю, что делать. Хотя вообще он мне не нравится. Но он нереально красивый. Не знаю, как это объяснить. Так, Зая. Ну это были мои ароматы на лето. Еще раз повторюсь. Лето я ненавижу. Мои вкусы могут от ваших реально очень сильно различаться. Вот поэтому люблю вас. Ссылку ставьте лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Все. Споки-нуки-писи-соки. Пока целлюли в целлюлит. Чмоки.